Так, ассалам алейкум, хурметы казахстанцы, зермен ергали, ассалам алейкум все мои друзья, кто смотрит мой канал. Сегодня вот час назад буквально вышла новость, что Такаев и Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества. Разговор глав государств ввели по телефону. Состоялся телефонный разговор Хасим Жамар Такаева с президентом Турции Реджепом Таип Эрдоганом, сообщает пресс-служба Курды. Хасим Жамар Такаев и Реджеп Таип Эрдоган обменялись новогодними поздравлениями первый день 2021 года. Президент Казахстана отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, сотрудничество между двумя странами успешно развивается. Объем взаимной торговли составил 2,6 миллиарда долларов. Он предложил продолжить усилия, направленные на увеличение торговли и активизацию инвестиционного сотрудничества. Президент Турции согласился с таким подходом, подчеркнув, что в результате совместных усилий объем торговли можно утроить. Глава государства отметил, что в последние годы влияние Турции на международной арене возросло, в чем свидетельствует о регулировании конфликта на Горном Карабахе. Реджеп Таип Эрдоган выразил признательность за такую оценку участия Турции в разрешении этого многолетнего конфликта. Он также высоко оценил взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, отметив, что казахстанскому руководству в результате решительных действий удалось поставить под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране. Турецкий президент пожелал успешных парламентских выборов 10 января этого года и сообщил, что за их проведением будут наблюдать турецкие представители. В заключении беседы оба руководителя договорились поработать возможность организации визита президента Турции в Казахстан в нынешнем году. Ну, значит, что я, друзья, хочу сказать. Хочу дополнить, значит, свое, сказать, свое личное мнение по данной новости. Что я думаю? Да, конечно, я вам повторил же не зря два раза, что можно утроить, утроить можно, значит, взаимную торговлю. Понимаете? То есть я считаю, что это ключевые слова, которые они обговорили в этом телефонном разговоре. Но для меня, обратно, я бы сказал свое личное мнение. Я считаю, что время пришло, когда сейчас народ уже ищет качественный товар. То есть мы все знаем, что в Турции выпускают качественный товар. И также, в отличие, например, от китайского товара, турецких, конечно, товары качественные. Поэтому было бы неплохо, я говорю, построить 50 заводов, которые вот у нас говорят же, китайские заводы. Весь год нам всю голову, значит, промурыжили в 2020 году, что будут строить китайские 50 заводов. То есть я бы, лучше бы мы построили бы заводы, я считаю, турецкие 50 этих заводов. И все общество, мне кажется, было бы согласно с этим решением. Потому что Турция, как ни крути, все равно они являются нашими братьями. Понимаете? Все равно, как ни крути, а в Куране говорится, что когда... Родственные отношения, когда возобновляется, либо когда-то прервались, да, родственные, а потом объединяются. То есть это является добрыми делами. То есть это хауап от Аллаха идет, понимаете? Поэтому, когда Казахстан ищет свои... и Турция ищет свои корни, потому что корни Турции, это здесь, в Казахстане, и они это знают, то не зря называют нас Ата-Журт. Ата-Журт. То есть они отсюда ушли завоевывать туда, в те края, и там уже обосновались и создали республику Турции. А вообще мы все братья тюрки. Поэтому, я говорю, 50 заводов Турции бы, если бы создал бы Хасамжолмар здесь, на территории Казахстана, я думаю, никто не был бы против. Я имею в виду большинство казахов. Про казахов не говорят. Ну, а про китайских, конечно, все против. Потому что китайцы, они нам не брать. Как ни крути, но невозможно, как я всегда говорю, скрестить, соединить жабу черную с розой красной. Помните, есть выражение у поэтов. Поэтому Турция, я считаю, это наши братья. И вера одна. И думаю, что три раза то, что они говорят, возможно увеличить объем торговли утрой. То есть, я считаю, что потенциал есть, это реально, это реально. То есть, все вот эти вот китайские товары, которые уже, всем он, китайские эти продукты, вот эти, знаете же. То есть, все это могли мы вести с Турцией. То есть, поднимать не китайца экономику, а поднимать экономику Турции нам нужно поддержку давать. Понимаете мысль? Мысль в чем? То есть, поднимать братьев турков, турков поднимать, Турцию. Ну и, конечно, я хотел бы здесь же сказать, что вот некоторые не понимают мою позицию по этому Огусдугану. Я считаю, что Огусдугану вот турецким властям надо его забрать отсюда, потому что он разжигает межнациональную роль между казахами и турками. То есть, он приехал сюда и учит нас, казахам, говорить казахскому языку. Я считаю, это оскорбление, понимаете? Мы, казахи, должны сами учиться казахскому языку. И не должны нас к этому притягивать за уши ни турки, ни кто другой, ни какой иной, какой бы он ни был, нам родственники или кто, не имеет, важно. Вот ты езжай у себя в Турции, там изучай казахский язык, вот тогда бы мы тебе аблокировали. Огусдуган. А здесь давай, будь любезен, не надо нам здесь вот это, твоих помощей, то, что ты здесь ходишь. То есть, не дай бог, завтра мы, значит, разругаемся с Турцией, а это в семье бывает, знаете, друзья мои. Бывает, брат брата бьет морду. Бывает, что в семье, как говорится, бывают такие тоже отношения. И когда вот так начнется, турки будут нас тыкать носом через там 50-100 лет и говорить, вы, казахи, не знали свой язык родной, а мы вас, турки, научили казахскому языку. Понимаете, как может возникнуть вопрос? Поэтому я против вот этого Огусдугана. Выслать его обратно в Турцию, пусть там изучает, преподает казахский язык у себя в Турции. Вот тогда бы я ему аплодировал. А здесь ходит то, что он создает, вот это вот Тельмайдан, вот это все ерунда, это все я не поддерживаю. Я считаю, что это все идет во вред казахской нации, понимаете? Казахстан идет во вред, во вред Тельмайдану. И может в один день это все выстрелит. С вами был Яргали, я, значит, высказал свое личное мнение. Конечно, ждем президента Турции, Эрдогана в Казахстан с удовольствием, с радостью ждем ваш Эрдоган сюда в гости. Мы за то, чтобы было у нас взаимная торговля, взаимное, значит, сотрудничество. Но ни в коем случае, как многие думают, что создав государство Туран, это значит, мы должны войти в состав Турции. Нет, конечно. Независимость Казахстана, я всегда говорил, это самое главное, это столб незыблемости. То есть независимость никогда не должны мы никому не отдавать, понимаете? То есть брат, как братьями мы готовы дружить с вами, встречать вас, сажать вас на Тур, во главу стола, да, значит. Пожалуйста. Но независимость Казахстана это незыблемость. Поэтому мы можем сотрудничать, мы можем создать совместную армию, мы можем создать там еще что-то. Но, обратно повторюсь, никаких старших братов, никаких младших братов хватит. И так казахский народ только-только выходит из рабства. Еще они, еще даже многие не очнулись от этого рабства. Поэтому из одного рабства выходя и вступая в другое рабство, я против этого. С вами был Яргали, я высказал свое личное мнение. Ну а вы пишите комментарии, что вы думаете по данному факту. Значит, я считаю, что новость очень хорошая, хорошая новость. И поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте мое мнение. И как вы думаете, что я вот так высказываюсь, да? Что вы думаете о моем мнении? Я за независимый, суверенный Казахстан. Сильный и мощный. И, как я всегда говорил, Менгелек ер Казахстан. Болу герек.